Живем, чтобы быть счастливыми. Понятие счастья включает в себя реализацию, то есть то, что приходит, ну, зачем родились. Включает в себя работу над недостатками, включает в себя удовольствие, больше телесное понятие, но куда же без него, и вообще тело очень быстро прекращает жизнь, если не получает удовольствие. Все это вместе и многое, что другое, это счастье. И реализуется это очень просто. То есть вот различные виды растений, животных, трав, трав, все они ищут свою нишу. То есть что такое счастье? Это найти свое место, выполнять свои функции. И мы не ограничиваемся социальными, мы вообще ничем не ограничиваемся, и речь идет о жизни в целом. То есть каждое растение, выполняя, просто живя, казалось бы, для себя, чем-то полезно для окружающей действительности. Все вместе, это природа. Опять же, в зависимости от климата, она разная. Но и социум человеческий неоднороден. И там тоже есть, как бы живешь вроде бы для себя, но какие-то функции для окружающих выполняешь. Желательно, чтобы это были не какие-то, а действительно хорошие функции. Находиться на своем месте, в свое время, со своими людьми, выполнять свои дела. И все это тесно переплетается с понятием потока и программы развития. Но это мы в других видео рассмотрим. Если с программой развития и состоянием потока все хорошо, и постоянно все хорошо, не импульсно, а вот так, устойчиво в течение недели, желательно вообще лет, при условии, что жизнь-то дает новизну, но все-таки вы справляетесь, то вот это дает состояние счастья, оно очень глубокое. И смыслов жизни может быть очень много. И они в это состояние счастья полностью включены. То есть смыслы меняются, мы меняемся, меняется окружающая обстановка, а вот принцип искать свое место, он сохраняется. И смыслы меняются в зависимости, ну скажем так, от контекста. Состояние счастья должно только увеличиваться, потому что растет опыт, устраняются недостатки, растут качества, таланты, развиваются. А вообще, если сильно быть несчастливым и долго, то можно заболеть даже на фоне полного здоровья. Расстратить, раздергать жизненную силу очень легко. Справедливое обратное, сами по себе поиски счастья, то есть зачем я родился или родилась, уже помогают решать некоторые проблемы по здоровью. Я не говорю, что полностью устранять, но облегчать состояние намного, и про это пишут. И любой, кто собрался действительно собрать себя, во всех смыслах этого слова, он замечает, что уже само намерение укрепляет, потому что жизнь помогает. Но со счастьем будет проблема, если вы считаете, что жизнь неразумна, что вот наш сложнейший мозг, и не только наш, возник сам по себе, и вообще мы там от обезьян произошли. Если считать, что жизнь хаотична, то, конечно, какое может быть место, вон в этих вот горах, они же сейчас ночью ступят, они же не дружелюбные. Если считать, что жизнь разумна, то место точно есть. И там еще есть целый пакет инструментов, как это место искать. Но вот мой опыт. Счастье есть, жизнь разумна, нужно с ней взаимодействовать, это не так сложно, как кажется. Самое главное, начать об этом хотя бы думать. Если на уровне ума вы отрицаете, то, в принципе, в депрессии можно выйти вот сюда вот так посмотреть и сказать им, я пошел есть борщ просто, мне не нравится. Депрессия. То есть, не вижу ничего, кроме себя, состояние упало. Справедливое обратное. Последние, может быть, секунды жизни, смотришь, жизнь прекрасна. И последние секунды уже не последние секунды. То есть, повезло, пришла помощь, или ты нашел выход из ситуации, жизнь продолжается. Но, это сильно не для всех. Если вы уже начали этим путем, то, конечно, видео для вас. Продолжаем дальше жить. Если чувствуете отторжение, то тогда не слушайте меня вообще. Потому что я к этому шел, ну, многое к этому шел, больше 10 лет. И на неподготовленный ум это будет просто либо набор слов, либо вообще тяжело, потому что вот я сейчас найду свое место, где мне хорошо. А ведь очень много в этом может быть ошибок. И своевременность достаточно большая, сложная тема. Без перегибов. Везде должен быть баланс. Главное, самый основной в принципе, что счастье должно быть больше. То есть, сравнивая с предыдущим моментом, мы замечаем, больше его стало ли меньше. Вот что главное.